В 869 году Дмитрий Иванович Менделеев попытался периодическую систему сделать в виде закономерности. Он назвал ее периодической. Но никто никогда не видел у Дмитрия Ивановича Менделеева главного элемента периодичности какого? Нет, дело не в этом. Он не увидел элемента периодичности. Элемент периодичности это главный математический параметр. Это значит, что должен быть какой-то элемент, который повторяется через определенные промежутки времени. Или повторяется через определенные промежутки еще чего-то. Вещества и так далее, и так далее. То есть повторяемость последовательности. У Дмитрия Ивановича Менделеева этого нет. Он только продекларировал. Это первое. Второе. В 869 году у Дмитрия Ивановича Менделеева было очень... Даже в последующих его работах эти ошибки были. Я их устранил. Почему? Потому что самое страшное, это вырваться из этой системы, которая тебя подавляет. И вот его сожрали в 906 году. Вы знаете, его в академике не выбрали. Только потому, что в 1902 году Дмитрий Иванович Менделеев, после того, как Рамзай открыл инертные газы, и их валентность при нормальных условиях равнялась нулю, он их вел в нулевой валентный ряд. Слышали? Но, где вы видите, в современной периодической системе нулевой ряд? Нету. Нету. Восьмой. А восьмой перемешан с чем? С металлами. Ввели какие-то группы, подгруппы. Ну, это и называется наводить тень на плетень, или все в одну кучу. Какие же ошибки у Дмитрия Ивановича Менделеева были, которые необходимо было исправить? Все вы знаете, и всех нас учат, что кислород во всех соединениях какой? Двухвалентный. Все знаете. И все два, 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 два и так далее. А почему он стоит в шестом ряду? Где эти химики? У нас же второй валентный ряд есть, а он стоит в шестом ряду. Вот я его записываю. И вот он. Шестой ряд. Где эти химики? Я ходил и в Академию наук, они, да мы, авторитетные ученые, мы там со всеми докторами степенями, мы чуть не Нобелевский лауреат. Я говорю, а что же вы не видите, что он двухвалентный, остается в шестом ряду. Где это минус два? А минус это что такое? Одну секундочку, минус это что такое? Это условность. Здравствуйте, мои дорогие. А кислород реальный газ. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать вот этот прибор с минусом или с плюсом? Вот как только вам ввели в сознание понятие условности плюс и минус, следующая стадия зомбирования на всех уровнях. Нету в природе ни положительного зайца, ни отрицательного стула. В природе есть заяц, стул, медведь, беседка. А магнита два поля. Кто возражает? Я тоже не возражаю. Поэтому вы назвали его неправильным магнитом. Он магнитоотталкиватель. Вот тогда вы будете правы. Он сразу и притягивает с одной стороны, и отталкивает с противоположной стороны. Мы назвали магнитом. И никаких двух полюсов. Он просто имеет двойное действие туда и обратно. Так вот, когда мы переходим к этому, никакие минусы в природе не существует. Когда нам говорят, что тут можно это через электроны, это придумал Джозеф Томпсон, знаете, да? Он придумал так называемый электрон и сказал, что у него есть отрицательный знак. Скажите, пожалуйста, отрицательный это как? Он сам себя отрицает? Ну как его можно еще понять? Отрицательный это что? Это глупость, которую вводят в наше сознание, и мы становимся как корову на льду в раскоряку. Мы не знаем, куда с ней идти. И нам говорят, вы тупые, знаем только мы, мы умные. Вот где и сидит самая главная задача поставить нас в положение неустойчивости сознания. И придумывать для этих целей вот такие знаки. Теперь мы переходим к самой таблице. Если верить утверждениям Дмитрия Ивановича Менделеева, литий, берилли, бор, углерод, азот, кислород развиваются слева направо. И атомный вес неона здесь минимальный, а здесь максимальный. Правильно? По Менделееву? Угу. Скажите, пожалуйста, мы правильно понимаем периодическую систему, что она должна быть рассматриваться все элементы при одних и тех же условиях? Да. С этим вы все согласны? Да. Какие самые лучшие условия, которые нам позволяют максимально узнать? Домашние. Нормальные условия. То есть те, при которых мы живем. Не надувать, не накачивать, не откачивать, не охлаждать, не нагоревать, ничего не надо. Давайте теперь разбираться. Литий и бериллий. Какие элементы? Металлы. Ой, какая прелесть. Металлы. А азот, кислород, в сторону не он? Да, газ. И как вы себе представляете при нормальных условиях, чтобы газы были тяжелее металлов? У вас на месте все в голове? Атомный вес. А ты его взвешивал? Да. Ну нет, не но, тогда и не надо. Когда взвешишь, приходи по мерям. Вот так все, не думая, лишь бы бросить, а не думая. Подумать. Я всех призываю думать и проверять. Думать и проверять. Только тогда вы станете людьми. Таким образом, мы имеем две ошибки у Менделеева. Первая ошибка. Кислород не на том месте и газы при нормальных условиях получаются тяжелее металлов. Абсурд. Дмитрий Иванович Менделеев переставил неон сюда. Но опять система не работает. Потому что и кислород остался на шестом ряду, и металлы идут за неоном. Продолжение следует... Продолжение следует...